Знаете ли вы, на каком ударе кремлевских курантов наступает Новый год? А когда в нашей стране 1 января стало выходным днем? И что это за праздник такой, старый Новый год? Серебряные тени детства – так называется специальная новогодняя экскурсионная программа в Щелковском историко-краеведческом музее, с помощью которой те, кто родился и рос в Советском Союзе, может с ностальгией вспомнить, как раньше отмечали этот праздник. Изменился ли он? И да, и нет. Украшения, материалы, технические средства, конечно, стали другими, но традиции остались. Мы по-прежнему наряжаем елку и поздравляем родных и друзей за праздничным столом. Интересно, что отмечать Новый год с наряженной елкой в нашей стране было разрешено только в 1935 году. Промышленность, поначалу кустарная, стала выпускать вот таких Дедов Морозов в ватных шубах на проволочном каркасе, покрытых клеем и блестками. Помещение украшали бумажными флажками, незамысловатые карнавальные костюмы дополнялись масками из формованной бумаги по пьемаше. Очень четко отражают каждую эпоху, ее настроения и события, елочные игрушки. До войны это пятиконечные звезды, красноармейцы, самолетики. Делались они также из ваты и проволоки или из папье-маши. В конце 40-х появились стеклянные украшения и электрические гирлянды. В 70-х, 80-х, наряду со стеклянными, выпускались изделия из пенопласта и картона. Стало модно украшать елку игрушечными фруктами и овощами. Солдатиков сменили космонавты. До сих пор во многих семьях бережно хранятся старые елочные игрушки и передаются от поколения к поколению. Советские семьи жили гораздо скромнее, чем сегодня. Даже телевизор был не у всех. В 50-е и 60-е годы у крошечного экрана этого КВН-49 по имени создателей Кенигсон, Варшавский и Николаевский, смотреть «Голубой огонек» собирались целой улицей или подъездом. Хочется вспомнить любимого всеми нами персонажа из мультфильма «Зима в Простоквашене» «Почтальону Печкин», который говорил, что главным украшением стола является телевизор. К Новому году всегда ждали подарков. Мамы надеялись найти под елочкой новое платье или туфли, или, например, популярные духи «Красная Москва». Они выпускаются до сих пор. А папам дарили что? Вспомним самый новогодний фильм «Ирония судьбы». Правильно, электробритву. Или радиоприемник. Или, может быть, что-то для изготовления фотографий. Ведь раньше многие их печатали дома. Подарки для младших членов семьи покупали, конечно же, в магазине «Детский мир». Вот смотрите, неваляшку и югу и сейчас мы можем купить в современном детском мире. Но, конечно же, и куклы, и плюшевые игрушки, они изменились. Вот таких медвежат масло начали выпускать в 1950-х годах. Потом появились вот такие целовоидные пупсы. Пупс – это немецкое слово, в переводе означает «пукла». Граждане большой советской страны жили дружно. Это сейчас мы можем не знать соседей по подъезду, а раньше поздравляли с Новым годом всех друзей и знакомых. Звонили, отправляли по почте нарядные открытки. Если родственники жили в другом городе, надо было идти на междугороднюю телефонную станцию. Разговор заказывали заранее и ждали, когда оператор вызовет к нужной кабинке. О новогодней мультике «Снеговик, почтовик», «Дед Мороз и лето», «Мороз Иванович» и более позднее «Зима в Простоквашино» и некоторые серии легендарного мультсериала «Ну, погоди». Их смотрели наши родители, когда были маленькими. А теперь с не меньшим удовольствием смотрят наши дети. В новогоднем экскурсионном квесте сотрудники музея предлагают и большим, и маленьким гостям ответить на тематические вопросы, которые бывают весьма непростыми. Но правильные ответы открывают много интересных и познавательных фактов о Новом годе. Это сегодня у родителей наряду с детьми есть новогодние каникулы. А до 1947 года не было даже и выходного. 1 января был объявлен выходным днем только в 1947 году. А до 1947 года получается вообще не было? Рабочий день был. Выходили на работу 1 января, шли на работу. Вечером 31 отпраздновали, 1 января шли на работу. В нашей стране, как мы знаем, Новый год наступает под бой кремлевских курантов, когда принято загадывать желание. Так вот, знаете, что приходит он с первым ударом часов на Спасской башне. А еще в Советском Союзе и теперь в России Новый год отмечают дважды. Есть уникальный праздник – Старый Новый год. Он наступает в ночь с 13 на 14 января. Справлять мы его начали, потому что в 1918 году мы перешли на Григорианский календарь с Вильянского. И вот по старому стилю 14 января – это 1 января по Юлианскому календарю. То есть вот в ночь с 13 на 14 января наступает Старый Новый год. Праздник продолжается. Совершить путешествие в прошлое и узнать эти и другие интересные факты про Новый год вы можете в Историко-Краеведческом музее, пока работает экскурсионная программа «Серебряные тени детства». Ирина Микеда, Сергей Василевский, Пчелковское телевидение.